Задача на 4 года определена. Губернатор Московской области обратил внимание участников совещаний на ежегодный рост количества школьников и в связи с этим необходимость ликвидации второй смены. А это одна из основных проблем в системе образования всей страны. Очень масштабная программа. Когда построили 340 детских садов, уже это не вызывает сомнений. Теперь задача построить 240 школ. Здесь я обращаю внимание строительного блока. Эта программа также будет реализовываться как за бюджетные деньги, федерального, регионального бюджета и средства инвесторов. Программа действительно масштабна. И, как отметила министр образования Московской области Марина Захарова, по-своему уникальна. Впервые за счет бюджета области построят такое количество учебных заведений. 42 школы, 46 пристроек и 6 реконструкций. Никогда в Московской области одновременно в государственной программе за счет бюджета Московской области не проводилась такая работа. В 2017 году будут совершены все проектно-изыскательские работы. Те школы, которые имеют небольшую мощность и реконструкция, начнут строиться и реконструироваться уже в этом году. Задачу Ленинский район понимает и тщательно работает над ее исполнением. На территории района до 2020 года будет построено или реконструировано 17 общеобразовательных учреждений. Четыре из них за счет средств бюджета. Три будут введены в 2017 году. И пристройках видновской гимназии до 2020 года в настоящее время мы выходим на пиры. Все остальные объекты строятся за счет средств инвесторов. В новой школе поселка Володарского, строящейся за счет областного бюджета, 90% строительных работ уже завершено. Активно ведется отделка внутренних помещений, подведены основные коммуникации и близятся к окончанию благоустройства дворовых территорий. В мае планируется установка малых спортивных форм. Куратор проекта и одновременно директор школы Ольга Янковская уверена, это будет настоящая гордость для поселка и ее будущих учеников. Мы ждали эту школу и ждем, ну и надо сказать о том, что она такая классическая, такая уютная. В ней присутствует большой спортивный зал, малый спортивный зал, который будет совмещать танцевальный зал, тренажерный зал, актовый зал на 260 человек, ну соответственно помещение для книгохранилища, библиотеки, ну и специализированные кабинеты. Осталось несколько недель для плановой сдачи школы. Старший прораб Виталий Харицкий гарантирует, к этому времени все работы будут завершены. Школа должна быть сдана в апреле месяце. Сейчас мы ведем отделочные работы, школу сдадим согласно графику. Благоустройство выполнено на 90%, сейчас сезонные работы в апреле закончены. А уже 1 сентября школа распахнет двери для 600 своих учеников. Виктория Филатова, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.